Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал R&D. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад, что всех там увидите. Ну что же, а мы продолжаем. Сегодня у нас финал предсезонного турнира. Мы играем против Баруси из города Мюнхен-Гладбах. Вот, я не помню, правда. Да, мы не играли с ними в группе, поэтому нам как-то так повезло, что для нас, в принципе, этот соперник будет в новиночку. Я даже не знаю, каким составом здесь выходить. В принципе, в принципе. Давайте возьмем под основу первый состав, стартовый наш. Вот, и вот здесь уже просто сейчас зайдем в руководство и посмотрим, кто готов, кто нет. Нет, но вот Лаутара Мартина сразу нет, выйдет вместо него Корея. Борелла, вижу, тоже уставший, выйдет вместо него Сенси. Так, по опорничкам у нас, там, в принципе, Брозович абсолютно такой же. Вот, центральный защитник Гюнфрис выйдет, ну а Челханугу там даже и Першич меньше у него сил. Поэтому все, вот таким составом мы выйдем. Не знаю, поможет ли здесь что-то кому-то. Ну вот прям замен у меня очень мало на самом деле. Поэтому вот таким составом выйдем на финальную игру. Интер против Боруссии. Поехали. Итак, мы на Олд Траффорде. Финал предсезонного турнира. Интер против Боруссии Менхенгладбах. Ну что же, посмотрим, получится ли нам завоевать сразу же. Не сильно значимый, конечно, но все-таки первый трофей, руководя миланским Интером. Так, ну здесь прям борьба пошла у Брозовича. Почти получилось. Неплохой, неплохой, конечно, розыгрыш. И МБО забивает. Мы пропускаем в финале на 18-м минуте. Гости, так сказать, номинальные забивают первые. Так что придется еще и отыгрываться. Вариантов у нас не так уж и много. Подача именно прям на Джеко. Какой удар! Какой гол! Эдин Джеко забивает, сравнивает счет. Ну, просто шикарный гол в сегодняшнем выпуске у нас. Замечательный удар еще из подачи углового. Никто не держал Джеко. Просто хороший прицельный такой момент. Джеко. Да, Армьян. И Кореа. Кореа делает сразу же счет 2-1. 65-я минута. И мы выходим вперед. Супер! Так, мимо все так пролетело, к сожалению. И 2-2. 84-я минута. Давайте уже и перечи будем выпускать. Но все-таки получилось додавить Боруссии нам. Очень обидный, конечно, момент. Запороли в конце. Но сейчас серия пенальти. Опять эти нервы. А еще и на финальной стадии мы наиграли на 5 мячей. А Боруссия на 4. Поэтому минимальная все равно должна была быть победа за нами. Ну, все. Начинаем. Видаль. Отлично. Развел вратаря. Ну, и теперь все внимание на Хондановича. Хорош. 1-0. После первого удара Интер ведет. Перешич. Хорошо переиграл вратаря. И пока что 2-0. Тюрам. Шикарная игра Самира Хондановича. Ну, и теперь Лаутаро Мартинес. Только что вышел. Буквально минуту провел. Даже там меньше минуты мяча не коснулся. Просто вышел на поле вместо Эриксона. И вот все решает Эмбо Ло. Который забил решающий гол. И все. Хонданович отбивает. И 3-0 по серии пенальти побеждает Интер. Ну, Интер действительно шикарно провел и этот матч. Хоть и пропустили первыми. Там наиграли они и в принципе по игре. Как мы увидели по XG. Но то, что сотворили. Во-первых, бьющие шикарно. Забили три своих момента. Просто развели по всем статьям. Сомера. Вот. То есть здесь Хонданович тоже с капитанской повязкой. Просто герой сегодняшнего матча. Отбил три пенальти из трех. И тем самым принес трофей для Интер. И тем более он-то сейчас еще и будет поднимать этот трофей. И все. Вот. Хоть и понятно, что никаких сильных там оваций и празднований не будет. Ну, просто чисто символично. Вот. Мы подняли этот трофей. Первый наш за Интер. Замечательно. Так. Нам добавили 4 миллиона 300 за победу в финале этого турнира. В принципе, за победу. Ну, и сейчас у нас очередные тренировки. Так. Предложение по Бразау. Сейчас пришло из Генка. Но с правом выкупа его хотят купить. Сейчас будем договориться, чтобы без этого права было. Так. Ну, они, естественно, вот сливаются. Ожидаемо, конечно. Так. Ну, сейчас пусть тренируется, наверное, второй состав. Он более-менее такой отдохнувший там большинство игроков. Поэтому пусть первый состав у меня отдыхает. Так. Андре Раноче. Его хотят купить в Лидс. Мы его выставили на трансфер. Ну, и в принципе, готовы даже принять вот это предложение за миллион 750 выше на 50 тысяч. Рыночные стоимости нам предложили. Поэтому все супер. Почему бы и нет. Так. Что у нас сейчас по игрокам, я смотрю. Ну, пусть также еще второй потренируется у меня. Почему бы и нет. Здесь тоже все выполнено на А. Замечательно. Так. Что теперь второй вроде как? Отдохнул там Брозович почему-то не отдыхает. Пусть теперь уже очередь первого состава тренироваться. Так. А здесь надо перевыполнить нам вторую. Тренировку. Первую уж так оставим. А и Б. Это хорошие результаты. И вот третью пройти для нас в новиночку. Ну, что же. Выполнили мы эти две тренировки на А. Вообще замечательно. Ну, и вот эту вот первую просто симулируем. Так. Ну, нам нашли, кстати, трех вратарей. Один из них. Томас Тракоша. Интереснейший, конечно, вратарь. Очень часто его беру в команды. Потому что и высокий, и молодой. Почему бы и нет. Так. Ну, вот Пау Лопеса мы брать не будем. Потому что он, в принципе, там в аренде. В Марселе, как я понял, из Ромы. Вот. Поэтому сейчас Тракошу, либо этого третьего, я уже забыл паренька, мы можем подписать. Так. Раноича продан. Переходит он в Лидс Юнайтед за миллион семьсот пятьдесят тысяч. Замечательно. Идем дальше. Нападающий у нас есть. Факунда Калида. Сейчас попробуем договориться с Монпеле. Они хотят его взять в аренду с правом выкупа. Мы, естественно, с правом выкупа не хотим. Посмотрим, будут ли они согласны. Нет, естественно, они против. Ну, экскьюзьма. Мы тоже против того, чтобы он к вам уходил с правом выкупа. Так. Ну, давайте здесь теперь-то уже по очереди будем, наверное, тренироваться. Вот. Либо посмотрим. Сейчас вымерим. Кто какой. Ну, вот, естественно, с Ювентусом-то будем мы играть первым составом. Все, я вымерил. Да, по очереди будем тренироваться. Сейчас будет второй состав. У нас на очереди он, в принципе, так и шел. Так, ну, и здесь две тренировки мы пытаемся сейчас одну переделать, другую впервые сделать. Ну, что же, не получилось. Первую нам улучшить тренировку. Вторую выполнили только на С. Так что в следующие разы будем их переделывать. Так, пришло нам предложение по основам Калидио. Теперь уже Вова Карс, Фатих, Карамугрук, Карамугрук, вот такой какой-то клуб предлагает взять его в аренду на два года. Ну, кстати, они без права выкупа хотят, поэтому давайте замечательно сейчас попробуем на один только сезон договориться. Вдруг получится. Наверное, да. Все замечательно, с ними договорились. Сейчас лишь бы сам Факунда согласился уйти в аренду. Так, окончательный отчет по Олесио Грагну. Отлично. Деврая хотят купить в Мадридский Реал. Отклоняем. Видали. Хотят в Аталанту за 11 миллионов 700. Мы тоже вот это вот предложение отклоняем. Так, ну нам в принципе, я не знаю, какой игрок-то там нужен. Сейчас дождемся в любом случае Томаса Стракошу. Ну, мне кажется, все здесь так понятно. Там Стракоша получше будет, поэтому скорее всего мы сейчас Стракошу и Злаццо и подпишем. И может быть в будущем он там станет у нас основным вратарем. Так, пришло нам сообщение. Скаут говорит, что не нашел никого во Франции. И так было понятно, что там скорее всего в Италии очень хорошо нам найдут. Тем более нашли два замечательных игрока. Так, и окончательный отчет по Стракошу пришел. Поэтому сейчас мы просто их сравним. Ох, как. А я-то думал, а тут оно воно как. Я все равно не знаю. Может быть за этот год все-таки Стракоша-то побольше там наберет. Даже не знаю как. Ну вот рефлексы 84, нырки 82. По таким может показателям. В принципе то же самое. Но тут Стракоша-то и помладше. И рейтинг всего лишь на один поменьше. Но рост 193. Поэтому я бы сейчас постарался подписать именно Стракошу. Надо посмотреть сначала вообще есть ли у меня деньги на покупку. Там миллионов, я не знаю, 30 надо. Да, конечно есть. Я там в принципе только Гинтер их купил. Поэтому все. Сейчас будем подписывать Томаса Стракошу. Если, конечно, получится у нас. Так, предложим цену. Давайте, я не знаю сколько, 25 миллионов попробуем. Все-таки у клуба конкурента, так сказать, забираем все. А их сразу устроило это предложение. Значит надо было дешевле, наверное, договариваться. Ну и теперь уже с игроком и с агентом. Ну, ключевой у нас Ханданович. А вот Стракоша будет пока что важным. Прекрасно их устраивает. Так, на сколько? Давайте на 4 года, пока ему до 30. А там посмотрим уже. Да, их это тоже устраивает. Мы игнорируем отступные. Так, еще и зарплату я им должен пробивать. Вы серьезно? Не знаю сколько, но вот 48 у него в ладцу. Давайте 45 попробую предложить. Так, они побольше, конечно, хотят. Ну все, 56 тысяч зарплата, 480 бонус. На 4 года Томас Стракоша становится нашим вратарем. Так, теперь заходим сюда. Раду, раду, раду. А я даже не знаю, что теперь это делать. У нас много, конечно, вратарей. Раду, в принципе-то, и продать можно. У него уже хороший такой рейтинг, возраст. Поэтому, мне кажется, мы найдем ему хорошую команду. Поэтому как-то так. Заменим, во-первых, здесь. Сюда попадает теперь у нас Стракоша. Ну и в первом составе на скамейку запасных мы добавим Стракошу вместо раду. Ну и теперь посмотрим, кто во втором составе у нас теперь, на данный момент, самый низкорейтинговый игрок, ну, позицию, которую мы будем улучшать. Ну, я вижу, что это либо Лазаро, либо Гаглярдини. Так, сейчас там по возрасту примерно посмотрим. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, так-так-так. Гаглярдини 27. Ну, а Лазаро-то поменьше, да, ему 25. Поэтому давайте будем искать нам опорника в нашу схему нового. сейчас посмотрим так вот этот скаут доступен и этот скаут доступен а я еще не уволил еще что надо увольнять этих ребят они мне пока что вообще не нужны поэтому все останется у меня итальянец немец и француз но именно по странам каким так ежемесячный отчет по молодежной академии так вот этот паренек 86 уже потенциал поэтому до свидания тут пока что у нас остается мэйсон хэйл так калида калидио сдан в аренду в кара гумрук он все-таки на сезон перешел здесь по строкоши был уже готов отчет так но нам нашли кстати лукаса тарейру он фиорентине правда в аренде это думал его просто уже купили да там и рейтинг у него около 80 вроде как-то так так ну у нас две новые тренировки сейчас будем их проходить так нам нашли хороших опорников вот например хавер шлягер из вольфбурга вот закарию бы я бы очень хотел наверное видеть себя в команде сейчас посмотрим чисто по рейтингу вот например между лаймером и закари я бы еще бы повыбирал мне кажется закарию будет очень дорого нам купить там у него отступные почти 58 миллионов так нам приходит сообщение от эдина джека я в хорошей форме прекрасно себя чувствую в последнее время про то что он хочет стартом составе в первой официальной игре сезона попасть так но мы выйдем наверное все таки в любом случае это первым составом вариантов у нас особо и нет посещаем пресс-конференцию так строкоши сыграет первый матч какие у вас ожидания на климатизацию нужно время ответим последних матчах видали не прибавляет поэтому он будет ли вас новая не помню кстати тяжелая полоса скажем так чего вы ждете от матча против клуба ювентус мы сделаем все ради победы действительно постараться это только в наших приоритетах так что у нас по трансферам тилиманс перешел в пассажем за 88 с половиной миллионов при шарльсом в тоттенхем и эрнандес перешел в челси поэтому такие вот интересные у нас сделки ну что же переходим к матчу за суперкубок италии интер против пименту кальчо теперь уже без крещату роналда здесь поэтому я надеюсь нам будет полегче они кстати бамбу подписали из лиля но почему-то на позиции опорника не потому что будет уже какой-нибудь другой бамба в принципе что-то составом посмотрите у них шоу играет центрального защитника киеза слева киелине правый защитник артур слева защите то есть какой-то баг мне кажется фифе ну здесь произошел и так интер против пименту кальчо нам показывают зубастика роналда как перформанс от болельщиков интера мы на уаль стадион это не лицензионный стадион на котором вроде как ювентус пименту кальчо играет это их домашний стадион ну что же первый официальный матч интер в матче финале так сказать суперкубок италии поехали джеку не все таки потерял меч здесь лакотели у него уже отобрал так дебала будет ли отдавать вот эту филигранную передачу какой гол пала дебала то сейчас забивает просто посмотрите из-под подката как-то я думал вообще что там будет передача на самом деле но провал действительно как-то их анданы думал что либо сейчас там действительно нет защитник даже не задел мяча вот такой гол мы пропускаем вот и ювентуса на 25 минуте уже и клини очень хорошо сейчас в отбор в этот ступил и как сейчас разыграли лаутаро 11 лаутаро мартина сравнивает счет шикарный гол шикарного нападающего и на лаутаро все здесь люк шоу как-то провалил свою позицию и это 2-1 лаутаро мартина сразу же дуплетом забивает дубль и перед самым перерывом интер выходит вперед волевой гол сейчас забивает аргентинец супер дубль в первом же официальном матче у лаутаро мартинаса так что замечательно лаутаро начал хангу векхорс кстати перешел в ливерпуль лаутаро и забивает хитрик лаутаро мартинес 1 автор хитрик а в интере в этом сезоне забивать причем ювентусу в матче за супер кубок италии шикарный результат причем мы проигрывали по ходу первого тайма какой-то не знаю ляпный гол от паула дебалы но мы здесь показали на уровне и на классе что на голову сильнее ювентуса отлично джеку набирает ход начал хан углу и 4 не хакан чул хан углу забивает так вот красивейшим образом в одно касание переигрывает войсах а честным смотрим еще раз повтор почти до в касание первым подработал вторым пробил 83 минута интер громит ювентус хотя проигрывали по ходу этого матча и все финальный сесток интер добивается разгромнейшей победы тем более она немножко и волевая получилось проигрывали по ходу первого тайма вот этот ляпный еще раз же повторюсь гол от паула дебалы но победителем все таки становится миланский интер они все таки и в этом матче в качестве обладателей чемпионата италии мне кажется побольше ценится нежели чем обладатель кубка страны вот ювентус вроде по этому показателю то и попал в матч за суперкубок но вот этот вот все таки трофей мне кажется поважнее нежели чем там какой-то вот предсезонный турнир поэтому все шикарные эмоции хандановича который ну тоже небольшой ляп то про и привнес этот матч пропустил вот такой дурацкий гол но в любом случае шикарная игра лаутара мартинеса его хитрик нам приносят первый трофей за интер именно официальный трофей так нам добавили 3 миллиона джека поблагодарил за то что мы выпустили в этом матче так у нас 5 сообщений все они по отчетам так что давайте сейчас туда перейдем и посмотрим кто у нас в принципе там возможный наш новичок так шлагер 80 рейтинга потому что сразу до свидания закаре кстати тоже так 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 вот лаймер 81 рейтинг или все-таки закаре 88 выносливость 85 напор 87 сила скорость рывков напор по росту то закаре я побольше поэтому мне кажется для опорника это больше наверно так сказать ценится вот ну давайте лаймера пока что берем если что вот либо закаре либо по редас либо комара ну комара кстати очень хороший перспективный игрок классно прокачивается растет но сейчас у нас на тренировку уходит второй состав так предложение у нас по раду они нам хотят отдать центрального защитника равиля тагира ну и заплатить за раду где пулбашек шахер так что давайте начнем переговоры 7 миллионов я увидел у него рыночная стоимость сейчас мы попробуем отказаться от этого центрального защитника которого нам предлагают так убрать игрока и 8 миллионов за раду все они согласны поэтому замечательно наверно тоже где-то я пожалел там наверно было 9 10 миллионов просить ну 8 тоже неплохо выше рыночной его стоимости так а там кстати аталанта ликует к ним присоединяется николас зюле на 41 с половиной миллион вот так вот так и вот они наши окончательные отчеты по опорнику так что скорее всего сейчас мы приобретем одного из них так комара 80 рейтинг редас 81 ну парады самый-то и в принципе возрастной игрок и с ростом таким вот я не знаю стоит ли нам вообще рискнуть купив комару на три года младше чуть пониже правда чем закария но на перспективы наверное нам все-таки ну стоит подписать комар сейчас посмотрим сколько они будут конечно предлагать за него посмотрят сколько мы предложим так у нас в принципе деньги то должно хватить давайте по минималочке 35 миллионов для начала да их сразу это вообще устраивает опять же она была на поменьше предлагать так роль в составе я не знаю пусть будет важным игроком на будущее тем более в общем не кажется замечательно так на пять лет попробуем с ним подписать контракт до замечательных это устраивает игнорируем отступные и что по зарплате не знаю сколько правда давайте 50 тысяч евро мы предложим так они хотят 50 тысяч и подписной бонус все замечательно мы договорились комара к нам присоединяется денежка нас вроде как там остаются еще не знаю сколько мало конечно тут их надо кстати немножечко в бюджете переправить 1200 вот так оставить ну и сейчас будем продавать мой перешел раду не продали и глиарди не тоже придется на вот продавать так ну что же подписали мы опорника нам в команду теперь смотрим дальше там скорее всего до правого пул защитника нам надо искать вместо валентину лазару так раду у нас продан в медипул башек шахир он перешел за 8 миллионов вообще замечательно так по образову пришло предложение в аль-хилляль этого забрать на два года сейчас попробуем на один договориться они в принципе без права выкупа предлагают поэтому мне кажется один один сезон они могут согласиться да замечательно может поехать он в саудовскую аравию все супер 60 на 40 в их пользу что не будут платить ему большую часть зарплаты так нам пришло предложение по хандановичу его хотят за 6 миллионов это повыше нежели чем тарина там предлагали в волверхэмптон я не помню там просто причем тарина без дополнительного кого-то игрока решили за два с половиной миллиона его купить у нас но пока что эту легенду мы не продаем так пришло предложение по сэнсим из мадридского реала отклоняем уж наверное вот такие проблемы у реала что решают купить в интере вот такого полузащитника вроде не звездного так бразао сдан в аренду в аль-хилляль на сезон переходит бавария вообще хочет у нас бастони забрать ну про бастони то понятно ему 22 года рейтинг 80 шикарный молодой перспективный центральный защитник так а насчет правого полузащитника нам вот нашли возрастного такого доминика берарди то есть это максимальный возраст который может быть у нас 27 лет именно по скаутским запросам я просил так пришло предложение кстати от нашего соперника но в принципе готов отдать гаглярди не я не вижу такой вам сказать проблема что если я его продам то он не доставит эти проблемы там например в очной какой-нибудь встречи нет тем более они чуть-чуть и подороже чем рыночная стоимость да и тем более он сейчас уже скоро закончит карьеру рейтинг у него уж не такой уж и большой поэтому я согласен отдать прямому тем более здесь то вот конкуренту ну что жалонас дебютная игра в качестве главного тренера в чемпионате италии против венеции мы дома будем играть куда-то главные сделки делись тиллем он с пассажем мэвис из вархэмптона в ливерпуль кунды купили в манчестере юнайтед в каждом утке у топовые сделки так но я естественно дам дебютировать второму составу тут и посмотрю да все замечательно тут и комара тут и с ракоша наши два дебютанта так что посмотрим сейчас как они сыграют так как победа в суперкубке италии влияет на состав перед первой игрой в чемпионате я верю в команду скажем так достижим ли титул в этом сезоне у нас достаточно ресурсов для победы скажем так вы планируете выпустить новых игроков стартом составе все мои игроки важны все игроки делают все что в их силах изменения возможны ответим вот так ну что же интер венеция дебютная для нас игра там уже я смотрю у латсу крупно победили не знаю пока что кого вот но вторым составом мы выходим против венеции стадион сан-сиро поехали и так хуакин каре забил четыре мяча в трех последних матчах это именно по предсезонке его показывают в матче за суперкубок он не играл и вот первая для нас игра на сан-сиро посмотрим что получится у нас делать ну и тем более против венеции легкий соперник дебютант серия в этом сезоне так араму с мячом ой 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 о реке забивает на 26 минуте и вот так вот провалилась и оборона ну и дебютный матч у строкоши тоже вот такой своенравный получается не значит получится у нас отыграться или нет в принципе у нас какие-то моменты возникают но реализации пока что не видно санчес на перешече тот находит сенси сенси на корео и корео один один буквально сразу же хуакин карео сравнивает счет не только в предсезонном турнире этот парень умеет забивать ну и в серии а в дебютном для себя официальном матче в этом сезоне он забил замечательно на хуакина карео получится или нет вроде когда получается корео ой ой санчес пяточкой как выдал перешить 2-1 венеция вот так вот упускает свое преимущество и снова кстати интер проигрывая по ходу первого тайма сразу же отыгрывается в первом также это было в матче за суперкубок италии когда забил дубль лаутаро мартинес а потом уже и хэтрик смог во втором тайме забить и строкоша но пропускает второй но здесь я не знаю тоже провалилась оборона но и как то строкош наверно мог все таки выручать нью-хаус кстати переходит в лестер сити в игрок если не ошибаюсь баруси именхин гладбах интересно тоже игрок в полузащиту команде и ну вы посмотрите просто что сейчас за проходной двор строкоша вообще не спасает нам забивает анри счет 3-2 снова венеция впереди отыгрываются они с 2-1 то есть сейчас прям такие качели идут то они ведут то мы ну вот дважды уже ведет в сегодняшнем матче именно венеция ну и все финальный сысток и у нас сразу же первое поражение да еще и на сан сиро против дебютанта понимаете действующий чемпион италии проигрывает дебютанту серии а ужасный дебют наверное получился у строкоши сейчас не знаю здесь кого винить посмотрим по оценке кто в принципе плохо отыграл либо может быть защитники так ну понятно что не челхан углу вот амброзио бастони дамфриз я почему то не вижу вообще никак нашего вратаря вообще там что ли внизу серьезно да строкоша 5-2 то есть ужасный матч он для себя в принципе провел там ни одного сейва вроде не сделал да просто три удара три пропущенных мяча поэтому ну вот как то так так окончательный отчет по доминику берарди пришло нам сообщение так 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 с хандановичем сейчас не лучшее время привет шеф у меня в команде дела идут отлично мне кажется сейчас я играю в лучший футбол в моей карьере мне все нравится в клубе так что я подумал может быть обсудим продление контракта я понимаю что тебе хочется все зафиксировать но в клубе много чего происходит прежде чем я дам тебе ответ мне нужно все обдумать ну а что тут думать насколько там он хочет продлить контракт тоже это важно посмотреть так а у него заканчивается что ли да поэтому давайте в любом случае продлим там уже будем смотреть по ситуации продавать мы в любом случае если что успеем так ключевой естественно мы с этим соглашаемся на один год супер так без отступных ну и зарплату сколько 80 тысяч евро вас устроить все они согласны немножечко повысил зарплату хандановичу великий ветеран он получил статус поэтому вот так вот получилось отлично шеф я очень рад что вы меня цените считаете что я могу быть полезен команде спасибо что нашли время обсудить со мной новый контракт сейчас мне очень комфортно в клубе ты знаешь как мы тебя ценим ответим ему так 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 а вот и кстати по правым полузащитникам ну вот берарди 82 баку интересный вариант ну вот насчет санны и гнабри мне кажется это не сильно прям такие реалистичные трансферы поэтому их наверно уберем вот либо баку либо бирарди попробуем подписать так но у нас сейчас сразу же первая тренировка после поражения поэтому пусть первый состав тогда тренируется и так пришло нам предложение по сатриану это выкупить точнее в аренду взять но с правом выкупа в атлетико минера сейчас попробуем договориться на без права выкупа но они естественно отклоняют так ну и галиарди не хотят взять кстати в аренду в эспаньол на один сезон я отклоняю потому что не вижу смысла если уже с миланом мы тут практически договорились так все галиарди не продано в милан за 10 лет миллионов 40000 он туда переходит так игроки отправляются у нас в сборные деврай дамфриз в голландию мартина скорее в аргентину баррелла в италию эриксон в данью и лазаро в сборную австрии так ну и нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске это еще игра против милана там сейчас златан абрагимович дубль оформил в первой игре поэтому опасный матч милан еще и в качестве хозяев поля номинальные ну и пойдем на пресс-конференцию и так вы готовы к следующему матчу так мы готовы так лучше ответим кто-то из игроков покинет клуб до закрытия трансферного окна так именно покинет мы строим команду способным побеждать так ответим вы добьетесь стабильности в игре команды так игроки в скором времени выпрямят игру будем так пока что наверное отвечать ну что же милан против интера миланское дерби последний матч в сегодняшнем выпуске составы на ваших экранах поехали и так сан сиро принимает замечательный матч миланское дерби милан против интера гатуза в качестве такого перфоманса от болельщиков милана приготовлен сегодня ну и посмотрим все таки мы здесь на этом стадионе можно сказать проиграли венеции ну а теперь можно сказать так на выезде играем против милана более мастеровитой команды нежели чем венеция посмотрим как готова наша вот команда джако на эриксона эриксона на лаутаро мартинеса и лаутаро забивает в самую девятку 1 0 36 минута лаутаро мартинес забивает для себя дебютный гол неплохо и какой удар бен асера 1 1 72 минута на рикошете все равно таком залетает мяч ханданович вроде как отбил но все равно в свои ворота мяч залетает так что снова мы пропускаем да финальный сысток интер не может все так же одержать для себя первую победу в чемпионате Италии очередная потеря очков ну и играет в ничью в миланском дерби так очередное у нас предложение по Сатриана хотят его купить в брагу давайте начнем переговоры чтобы его без права выкупа отдать но они тоже вот отклоняют так у нас окончательный отчет по Ридли Баку игрока из Вольсбурга так 23 года 80 рейтинг я даже не знаю сейчас посмотрим по показателям выносливость баланс скользь рывков вроде неплохая Берарди ловкость владение так ну здесь наверное надо уже отталкиваться от того сколько у нас в принципе денег там 55 миллионов там 57 поэтому я не знаю стоит ли нам рисковать и покупать Берарди либо Баку вроде как побыстрее такой уловки должен быть давайте Берарди все-таки ему и акклиматизацию сильно проходить не надо из чемпионата Италии его заберем из клуба конкурента практически так ну попробуем договориться за 35 миллионов 5 миллионов так они хотят за 49 давайте 42 хотя бы они все так же хотят 49 ну вот 45 попробуем да за 45 они естественно согласились так роль в составе влажный на 4 года да я бы даже на 3 бы предложил потому что 30 лет ему уже будет но нам будем искать клуб куда бы его продать так исключаем всякие бонусы ну и зарплата в 91 в 91 тысячу плюс там бонусы все замечательно Берарди в нашей команде Баку сейчас убираем отсюда так а вроде как Берарди у нас в принципе даже да в первый состав вылетает вместо Матео Дармиана так ну я бы все таки предложил продать Дармиана нежели чем Лазаро Дармиана у Дармиана уже возраст там ему больше тридцати одного поэтому выставим-ка мы его на трансфер вот два у нас фланговых будет это Берарди и Лазаро так а что у нас дальше по позициям давайте посмотрим так ну мы в принципе я так понимаю купили правого вот этого полузащитника давайте сейчас как он я уже забыл даже как этого паренька зовут из Вольсбурга его бы я бы наверное и присмотрел вот он Баку на обмен может быть какой-нибудь давайте связаться и купить нажмем ну и попробуем обменять его на Лазаро того же посмотрим согласятся они или нет так ну я не знаю сколько там надо еще доплатить давайте и 10 миллионов сверху попробуем так 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 они говорят Баку хороший игрок но вы даже близко не подошли к достойному предложению вот как ну понятно значит будем ждать либо денег либо другого какого-нибудь интересного игрока на позицию правого полузащитника так пришло предложение по Перччу хотят его купить в Бенфику я вроде не продавал его так Бореллу хотят забрать уже в Манчестер Юнайтед за 79 миллионов так очередное предложение по Сатриана Тигрес у Аннель но тоже не с правым буквам поэтому сейчас попробуем договориться без но они выходят из переговоров так ежемесячный отчет о молодежном составе здесь Мэйсон Хейл все так же пока что у него общий рейтинг 54 только будет 60 я его и заберу тогда так предложение снова по Сатриана хотят уже в клуб Америка его забрать с правом выкупа все они тоже выходят из переговоров так Деврая хотят забрать в Лестер отклоняем предложением очередное предложение по Сатриана Бока Хуниорс но их тоже не устраивает без правого выкупа ну что ж друзья на этом все заканчиваем сегодняшний выпуск всем спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы с вами был Андрей и канал футбол это ж до новых встреч друзья всем до свидания до новых встреч до новых встреч